так друзья привет всем вечерний серфер и бездельники девианты ждете уже меня 15 минут я взял чайок видите так сказать взял зафирки короче будем вести неторопливый неторопливый так сайт разговор значит трансляция идет также на тик токе подписывайтесь на тик ток описание к эфиру все есть вот значит что еще вам сказать потом она будет выставлена на основном канале сейчас мы экспериментируем пока то монетизация не подключили и мы ведем борьбу значит с этими бюрократии ютюбе и фейсбуке всех наших монстрах значит социальных сетей так насколько хорошая хороший сигнал по моему все должно быть хорошо я смотрю поставьте плюсики если все хорошо я надеюсь и будем начинать так 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 давайте задавайте вопросы будем спокойном формате вопрос-ответ с вами общаться до сигнал нормально все пришло слабо не таких проблем как у наших гостей когда они дистанционно потому что в европе часто все под задержкой идет все плюсики можно не ставить этот я понял что все хорошо так и так поехали руслан си из сша привет андрей патынка пытаю чемужливый вариант заложен на посаду премьер-министра нет полностью исключено этого это этого не будет абсолютно точно волбах пишет отлично звук лучше стал все лучше стало сегодня мы под настроились и у нас тут были всякие всякие технологические отладки и вроде все хорошо так теперь тут пишут скиньте ссылку на спонсорство на youtube пожалуйста так это все в описании кефиру вот сейчас окину все в описании кефиру есть там ссылка на банку монобанка сейчас мы добираем тут для студии нам кое-что докупить нужно и перекрытым ряд платежей нужно поэтому я сегодня на телеге запустил мы практически садобрали уже там осталось 1020 на собирать так и так начнем чего начнем с чего-чего-чего-чего сейчас я к вам кину 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 все у вас было так посмотрите скидаю ссылку то кто спрашивал на спонсорство на ютюбе вот она здесь вот она здесь на шортах а на банку монобанка вот она вот она родимая спасибо все кто поддерживает я кстати хотел сказать быстро быстро люди сегодня организовались и помогли нам поэтому огромное спасибо и поехали там кстати сразу сделаю объявление что те наши медоеды которые в киеве могут пишите мне просто в личку мы по приглашению будем делать встречу с датюком с господи с никитиным чудновский сбежка который презентует свою книгу второе издание по моему уже и здесь у нас в студии и нашим так сказать медоедском хабе можно будет получить купить книгу получить подпись пообщаться с метрами и это будет в четверг в 19.00 вот значит это такое объявление мы сейчас ему как раз готовимся будем докупать стульчики чтобы несколько десятков человек можно было посадить и и и и и и и салферовым я на этой неделе поговорю мы постараемся в четверг сделать с ним эфир вот и поехали 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 будем начинать по основной теме да так значит по залужному по залужному отставка должна состояться в ближайшие ближайшие дни значит в этом уже нет никаких сомнений сегодня залужный опубликовал шабтовой пост и мы фактически он там прощается так сказать с аудиторией в качестве главкома и ключевой вопрос как 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 и что будет после этого потому что в западной прессе уже прошла информация относительно того что киев согласовывает значит уход залужного но на самом деле он согласовывает давно потому что переговоры шли еще в ноябре как я уже говорил в одном из эфиром вот ставка в пятницу прошла феерично не буду рассказать все нюансы потому что там есть нюансы которых лучше не говорить но ставка прошла феерично и после этого стало понятно что окончательно скажем так вопрос по залужному уже решен и вопрос отставки это как бы дело нескольких дней там кто-то писал по поводу авдеевки что делать ставку что вот пока авдеевка держится то значит отставка не пройдет я уже в этом не уверен и тут вопрос привязки к девки к их удержанию мне кажется политически вообще принципе неправильной потому что так вопросы в нашем государстве не должны решаться но в любом случае очевидно что зеленский принял это решение и сливы которые были итальянскому телевидению и за new york times об этом тоже потом писала плюс инсайды которые в общем то есть у меня и у других людей которые так сказать из толпы медиарынка как бы тусов там они говорят о том что вопрос решен этом до ключевой вопрос что после этого последует какие изменения в политике последует потому что за характер заявление зеленского и то что происходит сейчас в силовом блоке как он действует и то что происходит на уровне переговоров западом говорит о том что отставка заложенного все не ограничиться и в общем-то будет попытка радикально поменять и скорее всего и экономический блок и правительство соответственно и вот эти все разговоры по поводу того что придет маркарова и дальше значит будет уже как бы формироваться новая повестка в через усиление влияния штатов через маркарову это ну как бы вот является частью таких сплетен которая уже несколько месяцев фигурирует но на самом деле по поводу маркарова и не все так однозначно потому что однозначно было осенью за это время очень многое поменялось и нельзя исключать того что вместо маркарова будет более компромиссный умеров да как фигура которая более компромиссного для офиса и для и для сша но по-прежнему идут как бы там торги идет 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 разборки по поводу того кого туда или сюда и самое главное ключевой вопрос кто будет на место заложного в моем понимании насколько я знаю буданов буданов будет на место заложного и в принципе это я думаю логично с точки зрения с точки зрения того той стабильности которые хочет офис в отношении к силовым блоком а буданов для зеленского понятен и медийно раскручен и эффективен в том в том сегменте в котором в общем то он работает в понимании офиса соответственно что с этого получает заложный нужно получает все ну то есть он уходит на коне на коне в том плане что политический имидж у него соответствующие ожидания у народа в новом так сказать провидники они завышенные и ничто в эти ожидания в ближайшие там месяцы я думаю не поколеблет потому что ну как бы все что ему остается остается подождать подождать момент выборов и соответственно главное не подрастерять политический капитал который он получил в ходе войны и самое главное ну насколько будет управляемая армейская вертикаль после после его ухода потому что совершенно очевидно что любой новый главком будет это буданов там либо будет это еще и кто-то еще он будет решать вопрос как бы взятия под контроль этой вертикали для того чтобы она была управляемой она была ответственна перед ним и не было каких-то там интриг инсинуаций и прочих вещей которые характерны для для такой специфической среды да потому что в армии как и в любой большой бюрократической системе но если говорить там про управленческий аппарат всегда есть свои кланы всегда свои группы влияния которые которые на протяжении десятилетий могут существовать и соответственно вопрос нивелирования их в том плане что многие там из них ориентировались на заложного но я думаю что это вот новый главком бы офис будут пытаться это решать кто будет на место буданова в принципе там есть уже фигура она уже согласовано тоже увидите как только берут кирилла и соответственно там там не будет каких-то сенсаций вот и на мягкова говорит оставка заложного тоже для украины катастрофа будет хаос осмута похоже романенко это не ужасает да мы живем в хаосе осмуте уже сколько количество лет поэтому меня ничего не ужасает я спокойно на все смотрю потому что потому что эта система должна меняться и если отставка заложного ускорит эти перемены то пусть она состоится я говорил несколько месяцев назад что лучше когда руководство договаривается но если она не способна договориться если не способна сформировать баланс который необходим для того чтобы система была устойчивой и кадровые рокировки приведут могут привести к какой-то большей устойчивости то почему бы их не делать поэтому президент имеет это право делать заложные это право признает собственно говоря поэтому я не думаю что будет какая-то сенсация по поводу бунтов там которые там качают в российских пабликах там эту тему подогревает но мне кажется что заложный прекрасно понимает что ему это не нужно потому что политически аж как я уже сказал он выигрывает с очень высокой долей вероятности любые выборы если он просто немного подойдет или подойдет какое-то время вот теперь карди нади пишет заложный своей отставкой приобретает очков политическую копилку плюс ли нам а человека с которым обошлись несправедливо он в одну калитку выиграет выборы да общая логика такая поэтому я думаю что он это прекрасно осознает и и в связи с этим логика его действий будет направлена на то чтобы просто удержать этот бесценный политический капитал который он получил под маркарова связывается ли поддержка сша ну поддержка сша она будет в любом случае просто маркарова понятной для штатов человек и они были очень не против чтобы она стала примером вот но офис очень долго упирался и и насколько я понимаю тоже будет делать суд для того чтобы кабин был достаточно комплементарен к нему американцы хотели чтобы кабин был устроен таким образом чтобы можно было контролировать распределение финансовой помощи так по лайкать эфир уже 1200 смотрит на романенко шорс идет специально здесь провожу эфиры пока пока мы решаем что как тот на том канале запустить монетизацию но здесь тоже неплохо идет так денис шевченко пишет чему наше суспитство тилька каже вирус зсу идеализуя заложного одночасно и шва армия за десять роков вины не смогла вырастет и декольках ревнозначных полководцев то вона проречена ну на самом деле там проблема нашего общества которая мыслит в одномерном таком ключе и я предпочитает простые решения принципе многие общества предпочитают посты решения но люди в нашей ситуации когда очень много смертей когда когда такие большие вызовы перед страной и им хочется простых решений поэтому неудивительно что всегда возникает вот запрос на сильную фигуру и как это было зеленским на на старте широкомасштабной войны так это заложным произошло позже когда как бы вера в зеленского начала подтачиваться сергей павленко юрий как выважает а чсб где не может быть с причиной на и бажанием офису продуматься вата на можливость выборов на безпеку через языки электронного голосования я думаю что это не так потому что для офиса как раз было бы выгоднее чтобы дея работала и федоров как флагман скажем так успехов ну как его позиционирует он в этом плане больше теряет чем чем приобретает также как и офис поэтому я не вижу здесь какой-то конспирологии просто технологические есть сбои там у всех компаний подобного уровня тут что-то не доработали что-то не доделали я не вижу этом проблема короче говоря ирина н а что зеленский не понимает что делать себе политического конкурента но прекрасно понимает собственно говоря наверное действует в такой логике потому что прекрасно это понимает и потому что ему необходимо усиление контроля над силовым блоком над армией прежде всего вот в этой логике он действует но скажите когда в нашей новейшей истории такого рода понимания удерживала наших президентов ну или скажем так других игроков от совершения ошибок которые которые они совершали там до кучма ющенко порошенко янукович янукович который который шел к монополизации власти на всех парах и через своего сына пытался консолидировать контроль над ключевыми активами разуме понимал что входит в клинч с олигархами там и что это чревато ну наверно понимал но тем не менее произошло то что произошло поэтому это абсолютно естественный процесс елена кастриса пишет проблема простых решений возникла потому что нет выбора на политической скамейки да вообще скамейки нет смотрите проблема простых решений это же не только проблема украины и проблема короткой скамейки эта проблема в принципе у всех сообществ которые находятся в кризисной ситуации поэтому короткая скамейка это правда ошибки это правда но это такая универсальная ситуация как мне кажется характерная для кризиса а мы в кризисе евгений пишет увольнение залужного просто распиарена порошенко но в том числе потому что петр алексеевич думаю что таким образом он станет премьером при президенте залужном и пытается сделать все для того чтобы получить на этом свои политические баллы поэтому игра порошенко тут абсолютно понятно что здесь странного можно вспомнить того же забродский который писал вместе залужным статью и в есть как в этом находился они дружи насколько я помню так я так понимаю что бывший командующий ссо станет на место буданова ну насколько я знаю не так вот но говорить не буду это 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 думаю пока рано звездку звездки за таня гукала пишет звездки залужного с парохоботами не дуже подобаются мини да но я думаю что залужный достаточно скажем так достаточно опытный уже можно сказать игрок для того чтобы понимать необходимость балансов там и не скатываться в канабилизацию парохоботами ну то есть она бы канабализацию его когда они его просто съедят если будут играть точно так же как они играли на выборах с порошенко когда они похоронили рейтинг порошенко то ненавистью которую продуцировали с утра до вечера на всех уровнях и кидались на оппонентов как стая бешеных собак поэтому тут вопрос заложному как он будет распоряжаться там теми группами влияния которые вокруг него сформировались кореневский есть какой-то круг лиц которые будут идти в комплексе заложного президента ли он пока держит позицию самого завидного жениха ну это мы об этом еще рано говорить потому что потому что еще не понятно в общем то что будет с выборами когда они будут как мы пройдем этот год как мы пройдем лето как мы пройдем весну что будет после выбора в россии то есть огромное количество вопросов которые будут формировать расклад в элитах расклад расклад в группах влияния там и так далее и так далее поэтому тут начинается только пристрел к то есть все все смотрят и все прикидывают я имею ввиду группы влияния не прикидывают соотношение сил так че завыдуть криминальную справу на заложное как на генерала марченко это посадит речь от червенского ну я думаю что скажем так криминальная справа была заведена давно и это уже не секрет но будут ли не высажать я думаю что нет потому что это просто опасно и чревато я думаю что лучшее что может зеленский вот в этой ситуации сделать это сделать так чтобы заложный находился где-то находился в опале там условно и меньше о чем вспоминать потому что чем больше него будут мочить тем хуже будет для них поскольку заложный будет просто набирать на критике у нас любят но у нас любят вот когда человека обидели вот галина поздняя юрий прокомментируйте пожалуйста позиция президента последнем интервью европейские сме что война до границы 91 года с палками копалками после политических перестановок гайки закрутят еще посильнее ну я не знаю просто дословно как эта цитата звучит поэтому я не знаю что тут комментировать я думаю что у президента есть достаточно четкое понимание пределов возможности и что границы 91 года сейчас невозможно макола подольный замест буданова хируваты гурбуды романенко не знаю все инсайды к сожалению нет не буду не в этой итерации так заложный еще сколько захит был парха ботом пишет карди нади но он умный скрывал этого ну не знаю может быть вы знаете заложного ближе я вам столько близко не знаю так до выборов еще дожить надо пишет верни гора владислав как бы не пришлось без сша под днепро барон устроить но я об этом все время говорю что друзья тут тут надо напрягаться сейчас и власть и народу и власти делать правильные действия народу как бы тоже не кашлять как говорится и в этом плане такие долгосрочные планы на на десятилетия в условиях когда у нас на кому все стоит но я тут бы не не спешил поэтому согласен что до выборов еще дожить нужно тем более что мы видим какая сложная ситуация в штатах и там реально слишком слишком много проблем и и поэтому помощь стала заложником в этой как бы раскачки между демократами и республиканцами но с другой стороны то что мы гарантированно уже получаем помощь от европы это обеспечат обеспечит нам необходимый минимум который позволит пропетлять этот год так гацуляк пишет офис сам створил себе заложного как политичного конкурента было поспать и венчий политический экономичный социальный могу и плачко заняты никто бы напомнитов сто процентов тут даже спорить нечем это продукт заложный как проблема это продукт самого офиса него сами во многом раз этот разогнали создали как политическую фигуру смена главкома как-то изменит нынешнюю стратегию поведения на фронте ведь это формальная причина смещения нет результата я думаю что 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 будет поиск новая стратегия потому что очевидно что в том ключе как как было до этого но мы уперлись как бы потолок там да так что еще пишут самое умное что мог бы сделать зеленский это дать заложному такую должность где он провалит все а это любая должность с ограниченными полномочиями но заложный такой дурак пойти на такую должность уже думаете что зеленский не предлагал ему таких должностей там и нет заложный уже стал самостоятельной политической фигурой и ему это просто не нужно ему как я уже сказал ему нужно просто подождать не все и он будет ждать так юра какой фирмы зафирки кушать орошена или нет он не знаю они просто там лежали какие-то посмотрю после эфира так вид спб пишет сидит жрет зафир иди воюй без денег ну санкт-петербурга это особенно как бы выглядит прикольно иди иди не не 10 сиди сиди лучше пиши тут у нас чатах и помогай разогнать эфиры чем больше ботов напишет тем больше мы поднимся в алгоритмах и тем выше у нас будет монетизация в конце концов так что боты наяривайте не не забывайте чем больше комментов тем нам приятнее вы в сообщество зайдите я там на основном канале я ухахатываюсь там такие то есть русские такие наивные это это очень смешно читать то что не пишут данилову укажут ли на выход ну я не знаю потому что очевидно что будет большой 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 размен вообще по должностям и в этом плане может и укажет потому что у данилова не очень отношения сермаком вот но с другой стороны зеленскому важно держать баланс и собственно он его поэтому и удерживал юрий то есть заложный осознанно шел на конфликт ну я думаю что если если зеленский не принял предложение зеленского но он же понимать что он делает так алекса пою и заложный делал зеленского своим молчанием не многословием по сравнению с президентом который своим единостью и постоянным извращением заложный повторяет просто стратегию зеленского на выборах 18 19 году меньше говори есть ожидания завышенные использую эти ожидания для того чтобы транслировать эту человеческую этот человеческий запрос на на свою фигуру все вот он вот так вот вот он в такой логике действует так русского бота убиваем так смотрим что еще мы кола поду подольный пишет а як щё серьезно то реформовать и керевнице заслу треба не было после неудач лисичанской северодонецкой у нас не добиваются пошу кращий кадр и где установлено ручных виконавцев ну абсолютно согласен на этот счет советаю на хвиле стоит великолепнейшая статя 5 болезней в сссу но криво вина украинской мовы також є навыть украинской мовы вона в оригинале была тому я кращу украинской мовы дам линк вот она всем советую прочитать просто офигеннейший текст мне очень очень понравился я честно говоря удивился что он не перу заложенного принадлежит потому что ну или какого-то другого генерала потому что на самом деле об этом должны писать генерала именно в такой форме и с такой логичностью и последовательностью так не забывайте полагать эфир потому что мы не должны радовать русских ботов отсутствием результатов поэтому я записываю заколдырю сейчас опрос полагать эфир как и эфир так есть так поехали смотрим что дальше юрий делает вид что что-то за знает о чем-то говорил но потом как правило оказывается что все это было его wishful thinking не это не так я бы я знаю и обычно все происходит как я говорю а если не происходит то потому что я это делаю чтобы оно не произошло мы если речь идет о негативных сценариях потому что я всемогущий так дима норм эх чтоб чтоб тебя читал юрий нужно написать что-то умное я такое не умею надо стараться надо стараться потому что мы все вместе должны расти как со экосистема единая которая которая должна менять эту страну к лучшему и не только страну но и мир так еще один русский бот появился господи шо ж вы лезете юрий корничука не смотрели не не смотрел яки дорогу армия еще на выросла профессий на дозме на головокомандующего в такие способы ну не знаю ну сами подумайте как она как она может реагировать ну вот бунт подымет ну как бы бунт не приветствуется нашими партнерами там заложенный прекрасно понимаешь что если он на бунте придет к власти то он от этого может потерять потому что нужно будет купировать реакцию со стороны запада нужно будет объяснить ну как человек столько рисков открывается нет я думаю что настроение в каких-то у каких-то там офицеров каких-то бригадах могут быть соответствующие но мне кажется заложенный слишком осторожный и вполне здравомыслящий в этом плане человек который понимает опасность такого сценария вот я сказал арестович треба дочекатись а пока ситуация до зря выступит она броневикую чекатами заложенный ну вот это это именно это логика да так тут был интересный коммент сейчас я сейчас секунду чуть выше пол лошенко лошенко некоторые вещи лучше говорить отличная на свобода слова говорить можно только то что пишет западная пресса ну не правда чушь говорить можно много но думать о последствиях это свобода слова и есть по чпу зеленский делает непопулярные кадровые перестановки ну потому что он думает о том как удержать власть наверное прежде всего как как решить вопрос стабильности и удержания власти у него ну как бы явный затык возник на силовом в силовом блоке его нужно решать вот поэтому в это очевидно мне кажется данил мощак юрий будет ли эфир с кущим еще кем-либо о демографии кадовой кризисе да конечно с кучей эфиров бы на этой неделе вообще будет масса интересных эфиров во первых пять не в пятницу в среду в 19.00 будет эфир с одним из таких монстров руха который очень хорошо знал ирину фарион еще по советскому союзу диссидентствовал и расскажет очень много интересного этот наш гость так что 19.00 в среду включитесь потом в 17.00 у нас будет в среду с послом индонезии украин посол украины в индонезии будет я думаю интересный эфир мы готовились давно и вот он значит это чудо произойдет в 19.00 как я уже сказал в четверг будет децюк со своей компанией за ффф и они представят здесь книжку которую можно будет купить и мы будем ее рассылать это будет такое первый опыт наш как бы запуска вот подобного рода проекта в идеале мы вообще должны прийти к книгопечатанию переводом книг под нашу медоедскую идеологию и для нашей медоедской среды потому что печатать в том числе нужно и своих авторов я думаю что кореневский который у нас выступает вполне достойно то чтобы его печатать мы будем это все делать что за история про арестовича и письмо гур я думаю сейчас арестовича на эфире зададут как бы там но на самом деле это фуфло вот чисто черный пиар потому что я знаю что как она там по-настоящему все это фуфло что они там пытались раздуть из мухи слона если если арестович незаконно выехал за границу пусть его арестуют пусть подадут в розыск значит и пусть ждут когда его штаты там или европа выдадут и потом закидают тут камнями ну камон друзья вы задайтесь вопросом почему арестовича до сих пор не привлекли к ответственности если он там что-то нарушил и все у вас сразу сложится вся картинка так как бы вы поступили заложенным на месте зеленского да я бы не допустил просто такую ситуацию вообще и не допустил бы ситуацию конфликтом между с главкомом постарался бы максимально избежать и это очень субъективная история то есть насколько я знаю все началось помните именной фонд и я тоже как раз об этом писала более того я как бы постарался нивелировать вообще эту проблему с этим именным фондом заложенного тогда весной двадцать второго года вот это был тот триггер который запустил конфликт вот ирина дудакова можно дальше проводить стрим на ридни море это наверное бот который пишет на ридни море как бы вот давай до свидания можно конечно но уж будто не поймете вы еще искусственный интеллект не настолько освоили чтобы сразу мгновенный перевод делать так я думаю это заложенный прочитав всю статью вы имеете ввиду про пять болезней засуну не знаю хотелось бы чтобы прочитал может и прочитал я гадаю это чье дожан и интерес такому роду решения президента чье чеце выключено все быстро ну смотрите объективно говоря государственный интерес тоже есть когда ты не можешь сработаться с главкомом и у тебя ну стоит вопрос ключевое ключевой вопрос это армия насколько она эффективна там как как защитить страну а у тебя явно не срастается но очевидно что наклевывается какое-то кадровое решение то есть неважно там что предшествовало конфликту какие там субъективные ошибки со стороны президента там его команды там или заложного но объективно если вот такое такая есть ситуация ее нужно решать вот вот и все дмитрий пишет вик юрий вами кажется что президенту необходимо решить все кадровой перестановки до окончания срока его полномочий чтобы это не вызвало сомнений в легитимности решений ключевой начнется когда закончится срок в полномочий и вот тогда начнется самая интересная жара я думаю потому что у нас же нет ответа на вопрос а когда выборы помните как мы осенью говорили что вы бы все равно придется как бы выборы проводить в условиях войны а нам говорили выборы на начатке выборы на начать молка и но вы сейчас вы придете в ситуации когда вы будете проводить думать о том как провести выборы уже после того какие истекли полномочия и это будут использовать все прежде всего порошенко и заложные там и тимошенко короче говоря это будут использовать все вот все панель то вас они будут используют этот вопрос и нужно было приложить дорожную карту как как они видят выход из этой ситуации. Поэтому это ловушка, как мне кажется. Светлана Кишинская пишет. То есть вы считаете Сужелужного просто снимут с должности, он пойдет в политику? Как думаете? Да он уже в политике. Он не пошел, он уже в политике. Ребята, вы о чем, девчата? Так, что вы думаете о Гордоне? Как он есть? Честно говоря, я не думаю. Но есть и есть Гордон. Есть флагман медийного рынка. У меня с ним нормальные отношения. Ну, то есть я его знаю, но мы не общаемся. Что еще должен говорить? Но я Гордона приглашу на фильм «Буча». Кстати, будет в ближайшее время закрытый просмотр и я могу помочь нашим медоедам, кого я знаю и понимаю, что человек может быть полезным в плане распространения этого фильма, то я могу приглашить на этот закрытый показ. Квота человек в 30 у меня есть. Так что пишите мне в телеге, кто в Киеве. Я постараюсь помочь, как туда попасть. Так, Татьяна Дюжакова. Подскажите, пожалуйста, какую книгу про историю Украины прочесть? Ой, давайте отдельно. Есть масса интересных книг. Отдельно я вам подготовлю этот списочек. И будем говорить. Так, по ФБ видно, что Юсов не любит Арестовича. Слушайте, но они в горе. У них тоже есть конкуренция, есть свои группы влияния. Там тоже не любят Арестовича. Многие Арестовича. Я Арестовича в 2018-2019 годах тоже так прекрасно с ним цапались. Даже вот ностальгия есть какая-то. Поэтому это всё не важно. Это второстепенно. Так, Саврамат. Точно Саврамат. Хорошо, что напомнили. Напишу ему сегодня. Теперь, что ещё? Дмитрий Гуцуляк. Чем можно провести с початком местные выборы, показать у суспельства, что рухается в сторону демократии и дать баллотоваться только тем, кто став на облик? Да можно сделать всё, что угодно, а только это же не поможет. Но тут нужны комплексные быстрые решения, а не имитация бурной деятельности. Так, Анна Оржановская. Пожаловала на уровень боец спонсорства. Молодцы. Обожаю спонсоров и сразу их идентифицирую. Кстати, мне сегодня пришла мысль, я удивляюсь, как она мне раньше не пришла, что через процедуру разбана проводить через подписку на патреоне, либо на спонсорство. Идентифицировать и таким образом понимать, это бот или не бот. Так что в ближайшее время введу. Говорят уже некоторые блогеры, это делают. Так. Выход из ситуации с выборами и передать полномочия президента спикеру, что в нашем случае ещё хуже. Я думаю, что это Андрео. Так. Я ещё головком. Это менеджер, якого можно заменить. Чем подразняется президент? Это же менеджер, только якого не можно заменить. Так это задавайте этот вопрос тем людям, которые, когда им задавали в соцопросах, нужно проводить выборы или нет, говорили, что нет. В условиях вины нет. Это ж их заблуждение, не мои. Куч Монин. Монин будет в 18.00. В четверг будем разбирать бюджет. Так что там уже всё готово. У нас вообще на этой неделе будет очень много, ну, приличное количество эфиров. И в 4 будем начинать. Я потихоньку разгоняюсь. Не хотите позвать на эфиры людей из прошлой обои Мазельенского? Это кого? Вот. Напишите конкретно. С Аврамата пригласите больше, чем по страника Тарнушевска, больше, чем на час. Кстати, Тарнушевский будет в паре с Натали Безмен уже, возможно, завтра. Я ему написал запрос. Если он даст добро, то завтра уже вы его видите. Хорошо, я приму насчет, Игорь Величко пишет, насчет Саврамата я этот, приму ваш этот подход. Так. Юрий, добрый вечер. А на хвыле будет статья по поводу отставки? Ну, наверняка будет. Когда будет отставка. И если кто-то напишет. Я не знаю, напишу ли я, я просто не успеваю. Я столько вычитываю всего, вычитываю, редактирую, ставлю. Ну, короче говоря, у меня просто руки не дотягиваются. Я раньше много писал, сейчас пишу намного меньше. Хотя, опять-таки, я думаю, что, может быть, я буду делать на Патреоне, в закрытом режиме, делать, как бы, этот, больше контента гнать. Потому что меня Фейсбук утомил своими сужением охватов, как бы, этим бредом всем. Просто платформа превратилась в говно в полное. Так. Выборы будут скорейше за все через Дию для пенсионеров залышать в бланке? Ну, не знаю. Я не уверен, что удастся это протащить. Слишком, слишком куча головняков, как вот сбой на выходных показал. Так. А я хочу Кущ Монин баттл для обсуждения роли государства в экономике. Монин выйдет сначала с разбором прошлого года. Там отчеты вышли НБУ. Ну, короче говоря, у него большая аналитика будет. А через неделю мы сделаем, как вы говорите. Ну, я поговорю с Кущом, поговорю с Монином. Если не соглашаться, то вперед. Так. Александр Финенко. Что, на мой взгляд, нужно делать, чтобы улучшить процесс мобилизации? Потому что нужно выставлять кого-то против но мобилизованных после выборов в РФ. Но с отловом из маршруток их не собрать. Ну, так государство должно выстроить нормальные отношения с обществом. И показать, что оно меняется. Меняется, маняет отношения к людям. Что люди начинают цениться. Что кадровые изменения приводят к улучшениям в политиках. Вот и все. Пока этого не будет, но будет усиление недоверия государству и президенту, и, в общем-то, его команде. Так. Это повыше шансы на выборы осенью. Да. Ну, есть такие слухи из офиса. Но я думаю, что, опять-таки, такие слухи были и летом 22-го, и летом 23-го, когда в офисе была идея в октябре провести выборы. Но они прозевали тот момент, и штаты не очень особо были за. Поэтому, ну, как бы, есть там такие, есть такие соображения. Но, по большому счету, опять-таки, это будет зависеть от того, в какой военно-политической ситуации мы будем находиться. Потому что все может настолько ухудшиться, что нам вообще не до выборов будет. Так. Марк жалуется, что я его не разбанил, а он запатронился. Марк, напишите мне в патроне, я вас разбаню. Все очень просто. Пишите в патроне, я вас разбаню. Вот, хорошо себя ведете, не баню. Я не буду банить для того, чтобы в патрон перегонять вас там, ну, это бред. Вот, и не настолько жадный. Я вообще не жадный. Так, что еще? Сергей Осипов. Может, это результат того, что залужный не поднимал трубку от штатов? Не знаю, в какой момент он не поднимал трубку от штатов. Тут вопрос, что президент имел такое желание, а не штат. Что там до лампочки? Кто тут управляет? Главное, чтобы эффективно и деньги было понятно куда идти. Про волонтера, которого избили, слышал. Думаете, будет такая практика распространяться? Так она распространена, даже не секрет. Будет. Так. Подоляк отказывается от эфира. Пора выходить из исторического нарратива. Страны жертвы нужно делать это ювелирно. Для этого нужно подключать интеллектуалов к информационной политике. Я думаю, кстати, насчет Подоляка пригласить его. Постараюсь пригласить в ближайшие дни, если придет. Так. Какие новости и успехи от делегации Института будущего из Америки? Не знаю. Еще не общался. Ну, во всяком случае, судя по светлым и счастливым лицам, очевидно, что какие-то печеньки Нулан как бы там перепали. Явно как бы мировая закулиса что-то подкинула. На этот завтрак сходили к Байдену. Так что все нормально. Побольше батлов. Да, согласен. Будем делать больше батлов. Я люблю дебаты. Так. Говорят, что Будана специфический человек и будет ошибка дать ему путь в политику. Он уже в политике давно, во-первых. Во-вторых, это ж не мы решаем. Так. По поводу Разумкова. Что вы можете сказать о чьем вбилом разумным политикам? Ну, он умный человек, безусловно. Но мне кажется, что его исторический поворот как бы уже позади. Так. Выборы в день на выходных был в краш-тест. Да, он провалывся, но показал в узкие места, что треба покрачить. Ну, если не покрачат это и будет, и покажут, потом вокруг этого развернут компанию, и покажут, что оно сработает, то может быть. Но пока, мне кажется, не готовы мы к этому. Так. Как скоро, на вашу думку, масштабует досвид рекрутингу тратчу штормовое замест трейдив ТЦК? Я не знаю, для этого необходимо организационное решение, когда такие люди, которые понимают вот именно такой опыт рекрутинга, чтобы они были, ну, на высших позициях, там, на уровне замов, там, и так далее. Вот. Если это произойдет, то может быть. Но это означает, что начнет перестраиваться вообще вся армейская система, потому что это значит, ну, радикально начать менять армию. Так. Еще один пишет, Артмен. Юрий, когда разбаните меня в телеге? Я уже давно спонсор. Обожаю, как бы, спонсоров. Пишите мне в телеге. А, потому что мне в телеге не можете написать. Видите, как бы. Напишите мне тогда на хвыле или на патреоне. Или здесь напишите, какой ник я вас разбаню. Так. Так. Князева это бот. Я его хорошо помню. Так. Дея дырявая, по мнению некоторых экспертов, ее можно прошерстить, хакнуть и вытянуть данные. Так у меня Рома, господи, забыл. Выскочила с головы. Рома, 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 Рома. В общем, был здесь на канале, до сих пор есть. И стоит этот детальный разбор вообще. Дея дырак, Дея. Поэтому это так и есть. Не секрет. Так. Чипробовала выйти на Корчинскую для батла с Арестовичем. Я не думаю, что Арестович... Точнее говоря, Корчинский хотел бы батла с Арестовичем. Мне кажется, у них особые отношения. Ну, в нормальном человеческом понимании это слово. Юрий, может ли власть принять, пишет Данил Мощак, законы для контроля над кандидатами на выборах вроде того, как в Уражке? Там власть может все что угодно принимать. Просто вопрос, насколько будут адекватны эти действия, насколько это будет вообще адекватно в той ситуации, когда все больше недовольных формируется. И необходима резкая смена курса. Кстати, кто сказал, что президент не способен на резкую смену курса? А мы же видели это в начале войны. И у нас хомяк неоднократно об этом говорил, когда его психотип исследовал. Всем советую посмотреть эфир. С хомяком в ноябре 21-го на моем основном канале. Он великолепен. До сих пор его смотрят. Уже, по-моему, там под полмиллиона где-то просмотра у него. Надо больше айтишников и киберов в эфире. Людям было бы интересно. Будут вами айтишники и киберы. Будут все. Будете тут все друг с другом коммуницировать. И я надеюсь, что наступит тот момент, когда вы будете вот на этом, в этом канале, в этой студии коммуницировать без меня. А я буду сидеть на диване и читать книжки. Что я не успеваю сейчас делать. Или решать стратегические задачи. Так. Как думаете, США используют этот инцидент и радикально сменят повестку в войне на вектор, который нам может не понравиться? Такой сценарий вполне очевиден. Я не понял, о чем речь. Используют этот инцидент какой? Поясните. Себарстянович сказал, что Артигрин выскорил желание заменить заложного, если нет желающих. А, так я видел это. Кстати, Артигрина позову. Я его уже не звал. Месяц, считай. Даже больше. Так. Геннадия Махненко из Мариуполя. Пригласите. Я это не знаю. А мне хочется эфиров с историками. Да, мне тоже хочется эфиров с историков. Будет вам по истории Украины. Несколько историков подбираю. Вот. Юрий, почему политики так легко скатываются в макиавиализм? Как этого избегать? Ну, они скатываются в макиавиализм, потому что, очевидно, хотят простых решений. Которые дают макиавиализм. Четкие, понятные, рациональные. Вот и все. Сложные конструкции, они же сложно создаются и долго. Нужно ждать. Так. А есть ли выборы при помощи банковских перечислений? Всем избирателям перечисляют по одной гривне на спецсчет, а потом избиратель перечисляет гривны на спецсчет кандидата в президенты. Идея посмотрена в сети. Ну, я думаю, что у нас это закончится тем, что многие люди получат нас... Не многие, а некоторые люди получат на свой спецсчет много денег. Но кто реально победил, мы так и не поймем. Так, Яневского Зеленина. Никуда они не денутся, позову. Зеленину мы уже списывались. Я просто Зеленину тему думаю, какую придумать. Напишите тему под Зеленина. Я вот никак не могу себе сложить, о чем бы с ним таким глубоким, вот чтобы как он заслуживает поговорить. Так, интересно, сегодняшний пост Николая Фельмина в телеге про вас, Юрий. Я не видел, что Фельдман писал. Я даже не знаю, что у него есть телега. Даже интересно, что он там написал. Не вижу. Киньте, что он там написал. И Фельдман ли это? Не удивлюсь, если это не Фельдман. Так. Елена, уважаемые украинцы, у вас есть репрессии за посты и лайки? Это прерогатива россиян. У нас есть угрозы за посты и лайки. Но в таком виде, как это в России, еще нет. Так. Да, вижу, что русские подползли. Наши братья меньше. Так, 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 так. Данил Мощак. Может, не только античников, студия инженеров, гражданская инженер, промышленная автоматизация, это тоже будущее? Так я же не против. Я, в принципе, стараюсь. Вон, смотрите, насколько интересные у нас эфиры бывают с Михаилом Шустером. Вот, поэтому, ну, не только и с Вовнянко, и, господи, кто там, сколько у меня людей в эфире из разных абсолютно сфер не было. Я всегда за то, чтобы максимально вовлекать коммуникацию интересных людей, и поэтому вперед. Вот, выходите с предложениями, пишите на инфо.собачках.выля.нет, пишите в телеге, я в телеге все читаю. Я вообще все читаю, чтобы вы понимали, никто не ведет мои аккаунты, я все веду абсолютно сам, поэтому я чаще всего все читаю. Я могу что-то пропустить, но, этот, не более этот, но, 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 как правило, я рано или поздно добираюсь до любого месседжа, который ко мне приходит. Так. Пригласите Сергея Григоровича, разработчика Сталкера, он волонтерит, мощный, интересный человек. Дайте мне его в социальную сеть, я на него зайду. Закревский, очень интересный эфир, и Закревский тоже будет на этой неделе, по-моему. Про демографию, социологию, ну да, тоже, тоже обожаю. А, кстати, должны быть еще эфиры с нашими постоянными друзьями, Саварцем и Шевченко Владимиром. Скоро будет этот, скоро будет, и с ними эфир тоже, тем более, что статья была хорошая. Слив заложенного, скорое поражение, вот и весь итог, занавес, да чушь это все. Это, это не, не по этому поводу. Если говорить о поражении, там, я так понимаю, что это такое, этот, что на границе 91-го года не выйдете, это расценивать как поражение, это не поражение, я это сразу говорил. Это объективная реальность. А поражение-то, если бы Украину разгромили, ее бы уже на текущий момент не было. А этого не произошло, слава богу. Поэтому мы должны понимать, что на самом деле мы уже победили, устояв 24-го февраля, они рассыпались. Богдан Рубин спрашивает. Народ, я к дому это уже ебут, а я кезу заложенного, вы издеваетесь, там Пархоботня работает уже на этой Неве еще с весны 22-го года. Поэтому, конечно, есть. Может ли Ермак подсидеть Зеленского, используя конфликты Зеленского с оппонентами? Да не может, потому что Ермак без Зеленского, ну, как он будет? Это Unreal. Не может быть этого. Ну, в моем понимании. Приглашайте бизнесменов, которые в Украине создали что-то толковое, вопреки всего таких, как создатели Аэропак, создатели МТАК и так далее. Ну, я тащу, тащу, тащу. Вон, Валентин Запорщук у меня из таких вот людей интересных был неоднократно. Да много кто был. Так. Богдан Брейлов пишет. Поразка циклы нас ризет и муть в Львове на площадь рынок. 100%. Поэтому у нас не поразка и, дай бог, ее не будет. Как говорит Шарий, победой будет уже называть то, что Украина его сделает. Так это и без Шария нужно. То, что вы цитируете Шария, это уже характеризует вас не с лучшей стороны. Так. Евген Н. Бан подписка сегодня Касари кинул на приват Нофтелегис Юлия в бане. Напишите в ваши ники, я вас разбаню. Вот все. Будет прощение тем, кто сегодня участвовал в сборе на студию. Кстати, посмотрю, сколько насобирали. Уже почти насобирали. О, почти до 150 тысяч на монобанке докачали. Чуть-чуть осталось. И всем огромное спасибо, кто участвовал в сборе на такие маленькие, но очень важные для нашей коммуникации. Всякие детальки. Потому что это позволит нам закрыть и аренду, и еще ряд вещей. Пока мы раскрутимся. Так. Было бы интересно увидеть эфир Ристовича плюс НСК по истории с обсуждением исторической части пятого проекта. Хорошо. Чем можно позвать и Людей Ривня Тимоти Снайдера? Можно. Ключевой вопрос, как обеспечить нормальный перевод. Потому что это важно, когда таких людей зовешь, чтобы был нормальный перевод. И плюс качество интернета с их стороны. Потому что очень часто бывает, что человек живет где-то в Западной Европе, либо в Штатах, а инет у них лагает. Вот. Поэтому мы обязательно будем это все расширять. Мы же видим, мы пробуем с поляками потихонечку. И тоже будет и с англоязычной аудиторией. Будем постепенно выходить на мировой уровень. Будем постоянно работать над этим. И в том числе средства нужны для этого. Потому что мы вот сейчас докупаем там петлички всякие дополнительные там. И короче, все то, что позволяет делать эфиры более приятными и содержательными. Чтобы я сидел, думал о смыслах, а не о том, где какой технический затык. Так. Татьяна Дюжакова пишет. Недавно хотела поехать на философски-психологическую школу в Бреховиче. Но моя русская речь оказывается некоторых участников триггерит. Ну слушайте, ну куча людей в нашей жизни бывает. Идиотического склада. Ну что поделать. Это объективная реальность. Так. Так, щелина. Хорошо, давайте щелина вытащим. Потому что уже в принципе мы технически к этому готовы. Будем сеять зраду. Чуву парахоботе в две протиложные тезы. Залужный хочет вывести в коза в девки. Заланский надое. Заланский хочет, чтобы впала в девки, чтобы звенеть у залужного. Ну не будем помогать политтехнологам делать их работу. Вот такой мой ответ. Жить в войне не поражение ли это? Приемлемая смена стратегии в нашем обществе это перенос войны на территорию РФ и последующая эскалация. Может это и является стратегией президента? Ну, я думаю все увидели, что если мы не наносим поражение, не поражение, а удары вглубь России, то у нас не появляются дополнительные аргументы. Вот то, что сейчас наши делают с их НПЗ и в принципе стратегической инфраструктурой, это шаг верным направлением. Благодаря этому у нас до сегодняшнего момента не было ударов по энергоинфраструктуре. Вот только по кривому рогу били, начали бить недавно, но это связано с другими вопросами. Так. Юрий, а вы хотели бы на какую-то должность в госаппарат? Президент, Ермак? Я накажу ГОП, если под этим нет объективно существующих факторов. Какой смысл в любом ответе, который я дал? Вот и все. Поэтому я никогда стараюсь не забегать попарить батьков ПЭГЛА. Так. Так, слишком много микрофонных шумов. Ну, технически мы знаем, на этот счет работаем и с микрофонами, и со всем остальным. Все будет лучше, лучше, лучше. Поэтому не кипишуйте. Объективности ради. Как вы думаете, может ли заложный стать президентом, который изменит страну к лучшему адекватной команде? Нет? Разве ЗСУ эффективно функционирует и гибко меняет по ситуации? Ну, так, опять-таки, это же время покажет. К моменту выборов, с чем он будет идти, какая команда там и все такое. Пока что заложный – это продукт массовой предсведомости, я кажусь, украинскую мову. Точно так же, как Зеленский в январе 2019 года, там, в январе-феврале. Аналогичная ситуация. Так. Юрий, яка ваша думка с проводу скандалу с нас полицией в Днепре? А, это то, что там кто-то отказывался из них? Ну, так, а что вы нового узнали из этой ситуации? Что беркутовцы, как бы там, как они специфически на Майдан смотрят? Но, с другой стороны, куча беркутовцев воюет. И вопрос всегда в конкретной позиции конкретного человека. Нельзя сводить ту позицию, которая там прозвучала от каких-то людей, к позиции всей полиции там. И, ну, короче говоря, в этой ситуации всегда нужно смотреть конкретно. Кто, что конкретно говорит? Юрий, а можно эфиры по каким-то реабилитационным центрам для раненых, военных? Реально нарастающая проблема. Смотрите, у нас должен был быть эфир в пятницу с великолепным человеком, очень интересным, но он заболел. Который такой реабилитационный центр держит. И я даже готов был ему помочь раскрутить и вообще поднять всю эту тему. Я не очень хорошо знаю. И обязательно его выведу, потому что он эффективен. И, собственно говоря, этот эфир провалился. Ну, не провалился. Его перенесли, потому что он заболел в последний момент. Поэтому будут такие эфиры. Очень многие эфиры, чтобы поменяли, они отменяются в последний момент, потому что, ну, это жизнь. У людей там то ли прилет, то ли какая-то проблема, то ли заболел. Такое часто бывает. Так, пригласите Амелина. Пусть расскажет, как он с партнерами реализует проект по поиску разведки добычи нефти в Одесской области. В стране нужны угли и водорода. Ну, если он захочет об этом рассказывать. Спрошу. Интересно было бы послушать Датсука, Арстовича и Питерсона о социальном бессознательном. Ну, мне тоже было бы интересно. Более того, я скажу, что мы даже должны были быть на встрече с Питерсоном, там еще с рядом интересных людей. Найлом Фергенсоном, там, и прочими интересными ребятами. Но, по независимым от нас, по их причине, значит, эта встреча перенеслась. Так, Юрий, не хотите пригласить Юрия Саплонову? Он мощный волонтер и громадный дядька. Я его знаю лично, кстати, хорошая идея. Да, и Пастухова тоже. Ну, позову. Надо будет только не забыть это все. Так, про Кирилла Мефодиевское товариство. Мы об этом говорили, что эту тему будем с хомяком. Хомяк тогда говорил, что мы эту тему раскрутим. Вообще будет серия про глубинный народ. Хомяк с Куликом. Как бы скооперируются. Я тоже с ними скооперируюсь. И мы выведем по глубинному народу. Исследования там проводятся. Там мне очень интересно. Так, ну, нельзя же отрицать заслуги за ужин. Ну, это кто их отрицает? Я вообще ничего не отрицаю. Так. Какие основные плюсы для Украины? Участь наших бойцов у Вини в Судане. Хоча б натякни тех, что секрет. Натякаю. То, что скальпы прилетают из Франции сюда в Украину, имеет прямую взаимосвязь с тем, что вы говорите. Так. Кстати, можно было бы эфир с Вадимом Титушкой? Нет. Я кидусь в право бизнеса с державой. Запросите, Андрея, у продолжения темы. Завтра будет, кстати, по бизнесу классный эфир с... Я же давно его вам говорил, что этот эфир будет... Сергеем Самосевым в 6 часов у нас будет эфир. По поводу его технологии с домами. Помните ролик мы делали такой минут на 40, там показывали вот эту революционную технологию домов, которые можно перевозить. Вот автор этой технологии будет у нас, и завтра у нас будут такие взместованные эфиры на цей рахунок. Так что, включайтесь в 6 часов, у нас будет интересно. Я же сказал, на этой неделе будет очень топовая у нас гости. Так. Так, 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 так. Наталью Глобу приглашу. Ну, если звездных экспертов можно приглашать, то может Ювая Ноля Харали, да с переводом, конечно. Смотрите, как только мы отладим нормальный сурдоперевод, вот так, чтобы люди сидели в наушниках, там, и здесь сидели переводчики профессиональные, а вы получали, вы выводили вот этот вот, по второму каналу выводили мы звук, вот мы тогда начнем это все делать, потому что все это как бы технически необходимо организовать, а параллельный перевод, он проблематичен тем, что мы теряем время на, ну, половину времени, фактически, если часовая беседа, то считайте, что она получасовая, потому что половина времени уходит на переводы. Вот, поэтому вот так вот. Вот, это все опять-таки решается, благодаря вам в том числе, потому что мы вместе все вот это вот формируем, формируем, значит, техническую базу, как бы там, да, и все остальное. Благодаря вам. Так, есть. Камиль Гальев, да, Камиль Гальев будет, конечно же, мы с ним общаемся. А, будет еще Рахимбек и Абдурахмана, он сейчас в Вашингтоне, он там учится, и он там интересные контакты с американскими экспертами предлагал. Так что, благодаря ему будет вот такая коммуникация интересная. Юрий, каковы шансы, что силовиков и чиновников мобилизируют, чтобы уменьшить госаппарат? Нулевые. Ну, я считаю. То есть, это будет косметически, как мне кажется, вот до того момента, пока не закончится война. Будет ли эфир с Клинкиным о Китае? Блин, точно. Мы с Клинкиным на прошлой неделе договаривались, но не получилось. Я постараюсь его вытащить как можно быстрее, потому что не только Китая, но он блестящий мозг. С послом Украины в Бразилии мы тоже, как бы, будем делать. Потом с Германией будет, с Андерсом Умландом будет как бы эфир. Я тоже договаривался с ним. В общем, много переговоров провел на предмет того, кого вовлечь. Так. Так, 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 так. Юрий, вы видели сегодня новость о задержании чиновника Верховного суда за якобы поддержку РФ. Из предоставленных данных в новостях этого не видно. Если да, как думаете, почему такая плохая коммуникация? Я не видел, честно. Я сегодня достаточно много работал весь день, поэтому просто не увидел. Кстати, на хвылечке сегодня было несколько материалов. И еще будет. Елена Черненко вышла с продолжением по, значит, по вот этому спермоскандалу и репродуктивности. Вот я кинул ссылку. Украина, не Израиль. Вот эта вот статья. Потом те, кто не смотрели эфир по поводу новой блокады Польши, почитайте статью. Юрия, Юлия Зари. Вот. Он там неплохо разложил, хотя во время эфира с ним я понял, в чем слабость его позиции. Так. Вот какой-то у нас новый подписчик. Я, во всяком случае, его не идентифицирую. Но компромис, да? Но компромис. Юрий, здравствуйте. Я из РФ. Я разбираюсь в геополитике и географии. Занимаюсь этими темами много лет. Можно ли с вами в онлайн эфир провести? Но для начала мне нужно понять, о чем вы и кто вы и что вы, чтобы я вас идентифицировал. И тогда как бы это. Тогда, если я вас идентифицирую, это возможно. Так. Богдан Рубин. Короче, трабакожен день по 5 эфир, и что всех запросы. Так, так и будет. Будет и больше. И другие люди будут тоже эфиры вести. Как я уже говорил, у нас женский проект запустится. И это все для того, чтобы площадка работала 24 на 7. И мы вторую студию запустим. То есть у нас здесь планы на то, чтобы, ну, такую, как бы, очень развернутую, сделать очень развернутый хаб, который позволил бы коммуницировать абсолютно различные темы и на очень высоком уровне. Так, чем закончилась история с «Ателями для взрослых»? Отлично. Я позову Соловьеву. Мы как раз с ними разговаривали. Там очередной позорный факт, который полиция решила преподать, как достижение, что они там внедрились в эти секс-вечеринки и кого-то там спалили. И оказывалось, что они проводили контрольные закупки. И, то есть, какой-то сотрудник, либо сотрудница ходили там, участвовали в этом всем за государственные деньги. Они считают, что в этом есть какая-то общественная польза, что они мешают людям заниматься сексом по их, ну, по их доброй воле, как бы там, да, и преподносят это как сумасшедшее достижение государства. Ну, это, как по мне, ну, это просто конченые могут так делать в условиях войны. И еще одна важная тема, которая, кстати, я чуть не забыл, хорошо, что напомнили. Тут разгорается хайп по поводу фильма «Буча», о котором я говорил. Потому что я сейчас это, я с Сашей пообещал, что я реально, когда посмотрел это, ну, это просто смешно. Короче, суть в чем, что кому-то там есть такая блогерша в «Буче», пани Сало, которая, которой не понравились постеры из фильма «Буча». И она написала, значит, пост, что я прожила в оккупации два тыжня, в итоге надалось эвакуаторся, и вот еще не так с импостером, это «Бородянка». И, значит, пошла, поехала, этот, что один из постеров, на одном из постеров отснято «Бородянка», а не «Буча». Я это, пани Сало, могу сказать следующее, что фильм вообще не в «Буче» снимался. Почему? Для того, чтобы не травмировать жителей «Бучи», потому что пришлось бы гонять бронетехнику там и все остальное. и по тем самым улицам, по которым текла кровь. И поэтому создатели фильма подошли к этому ответственно. Это первая составляющая. Поэтому те, кто будут думать, что вот оно все должно совпадать на 100%, ну, ребят, ну вы просто головой подумайте. Во-вторых, этот фильм прежде всего наше оружие на западную аудиторию, для того, чтобы они лучше поняли, что здесь реально происходило и происходит. И, значит, конечно же, не все должно соответствовать, поскольку это художественный фильм, не все должно соответствовать вот 100% там, ну, в том, что касается там интерьеров там, или в том, что касается каких-то локаций, оно не должно все соответствовать 100%. Хорошо, конечно, было бы, я думаю, что было бы круто, конечно, если бы я там видел свою улицу там, или, ну, короче говоря, фильм художественный, и на западе люди вообще не представляют, ни как выглядят буча, ни что происходило там. Многие до сих пор, поверьте, абсолютное большинство, они до сих пор не знают, что происходило. И поэтому наша задача заключается не в том, чтобы развивать вот этот бессмысленный тупорылый срач по поводу того, что соответствует, не соответствует, что это Бородянка там, или это Мариуполь. А наша задача заключается в том, чтобы образы, которые мы показываем и даем на Запад, чтобы они возбуждали соответствующую реакцию, чтобы мы получали поддержку, чтобы мы получали деньги, получали оружие, и все остальное. И поэтому, когда вот начинается вот это самоедство наше украинское, и этот каннибализм, ну, я не, особенно, ну, среди жителей Бучи, там, вот как эта пани Сало, это там, 300 репостов у нее, то я скажу, пани Сало, схаменыся, схаменыся, радуйся, что кто-то снял, потратил время, кто-то скинулся на это, ну, куча людей скинулась на это, благодаря нашим эфирам в том числе. Для того, чтобы сделать этот маленький шедевр, не побоюсь этого слова, потому что я считаю, что фильм мощнейший получился, мощнейшая психологическая драма. И вот, как всегда, выползает кто-то и начинает топить, и еще не посмотрев, еще не, даже не решив наличие альтернативы. Поэтому, ну, бред. Как сложилась судьба гостя, который ушел в СЗЧ, все нормально пока у него, он работает с юристами, я подтащил юристов очень хороших, вот, и пока, ну, пока вот, если будут какие-то новости, я скажу. Когда они будут плохие, либо хорошие, надеюсь, хорошие, то мы прорабатываем. Вот, а вот он, Алекс Харченко, скажи, как там, как там у вас? Вот, поэтому будем, будем на звездку, я скажу. Как вы считаете, реализованно было ли проводить нас отбор на Евровидение за госсредства во время войны, или лучше было бы, чтобы Олигарх какой-нибудь официально проспонсировал? Смотрите, я не смотрю вообще ни Евровидение, ни вот это вот, как бы, эту всю квази, я не знаю, как это сказать, квази это искусство, да, там, да, вот, квази-мэдси в этих, но я думаю, что тот факт, что мы там будем присутствовать на Евровидении, нам точно не помешает, по крайней мере, позволит напомнить. Было бы ли лучше, если бы подтащили там Олигарха какую-то? Ну, наверное, было бы лучше, но как бы, у нас же хотели как лучше, получилось как всегда. Вот. Так. Что еще? Вот Олег Схарченко вышел. Так что можете с ним напрямую пообщаться. Вот. Юрий Игорев. Так в Голливуде будывала декорация для фильмов, чтобы не снимать в местах парализующие руки, и так далее. Вот меня поражают всегда эти комментарии. Так Голливуд может потратить миллиард долларов, там, я не знаю, 200 миллионов, 300 миллионов долларов на то, чтобы снять фильм. Вот. А у нас люди, которые не скинули ни копейки и никогда не скинут, государство, которое не может миллионы долларов направить на такие шедевры, никогда их не направляет практически. Ну, я не помню, просто случай. Вот. Ожидает, что люди, которые собрали 300 тысяч долларов, которые там обошелся, там, 400 тысяч долларов обошелся этот фильм, до полумиллиона, они должны, они говорили, должны были дотянуть для того, чтобы все вот сделать, как на мази. Вот. Они говорят, снимайте в павильонах и снимайте, короче говоря, вот. Да снимают, 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 отталкиваются от того ресурса, который есть. Зайдите на Буча фильм и скиньте донат туда, для того, чтобы у них появились миллионы. Вот у них будут миллионы долларов, они вам будут с таких, они в голливудских павильонах вам будут снимать. Вот и все. Так. Юрий, как думаете, протащат ли слуги новый проект по мобилизации? Конечно протащат, в этом нет никаких сомнений. Вопрос просто с какими правками. Сейчас идет битва про правки. Вот и все. А так протащат. Так. Нажалья являют собой недостатнего потенциала для успешного лоббизма фильма. Чем можно будет попасть на закрытый показ, можно просесть на схитцах. Ну, если вы из Киева, то в принципе можно. Да. Можно. Я уже сказал раньше. Поэтому я напишу я напишу в четверг где-то, напишу у себя в телеге пост и в комментариях отметитесь, я скажу, ну, тем, кто, кого я знаю, кто мне, я буду понимать, что это живые люди, там, не боты. Я затащу вас на примерный показ, предпримерный показ, правильно так сказать. Полайкайте, кстати, эфир. Мне кажется, у нас неплохо идет. Уже скоро будем заканчивать. Так. Я недавно пишет Кикистан Дивижн. Недавно с дружиной поддавлялся мультсериал «Аватар». Легенда про Анга и легенда про Кору здивувала глибина замясть марафону дитям бы показывать такие проекты. Вина є ключевой темой там. С помощью искусства можно такие чудеса творить, если бы нас просто понимали необходимость вкладываться в это, а не воровать из этого. Вот. Можливо, варто продажно разбирать такие проекты с точки зору must have для проекта из вашей доты. Ну, я же говорю, что мы салферовым этот проект запустим, вот именно что смотреть. Вот. Точно так же, как что читать мы с курса будем делать. Там раз, не знаю, в две недели мы будем брать какие-то книги, потому что ключевое это успевать все прочитывать. И будет, я думаю, вам интересно. Вот. И нам полезно тоже. Вот. Так. почему буквально все законы за команды вредительские? У них это случайно получается или специально? Ну, не все, но многие согласен, как бы там, да, и случайно, и специально, потому что за специально, как правило, есть какой-то частный интерес, который не по поводу общественного интереса. Вот. Плюс это отражает общий масштаб, так сказать, наших державных девичьев, который измельчал за 30 лет. А вот как он мельчал, мы будем обязательно включитесь в среду в 19.00. У нас будет второй эфир из серии «Правила жизни». Вот. С одним очень интересным человеком, бывшим диссидентом. Я думаю, вам понравится. Так. Так. Тихий звук у вас. Ну, не у всех. У многих звук нормальный, может, у вас тихо, потому что, я не знаю, у меня все слышно хорошо. Ну, плюс мы еще с петличками поработаем, потому что там был у нас люди по звуку, которые там несколько советов сказали, и потихоньку мы все дотянем. Так. Ладно, все. Наверное, будем уже заканчивать. 21.41. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что помогаете. Сейчас, постой, сколько у нас тут на банке осталось собирать. Чуть-чуть. 25 тысяч на банке. Кто не кидал нам донатик на студию, подкиньте. Вот и кинул в чат. Его писание кефиру тоже закину. И мы вам будем очень благодарны, потому что эти средства помогут нам сделать студию лучше. Вот. И что? Будем заканчивать. Кистрица, он говорит, что у нее отличный звук, и у меня отличный звук. Я не знаю, вот те люди, которые говорят, что у них плохой звук. Ну, не, 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 это не понимаю. Вот. Кистрица, отдельное спасибо, что нам донатите и помогаете. Вот. Кистрица хотела, чтобы я ее похвалил. Вот я хвалю. Елена, спасибо, что помогаете. И мы вам за это всегда благодарны, таким, как вы. Что все вместе мы растем и делаем хорошие дела. Я закончу этот сбор и завтра начну на ЗСУ, потому что ко мне уже там очередь стоит, хотят, 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 ребята, чтобы мы им помогли. И мы эту всю неделю будем помогать. И да, те, кто говорит, что очень хороший, что кому тихо, кидайте нам ресурсы. Все в описании к эфиру есть. Банкоманомбанка, PayPal и все остальное. Спонсорство, Patreon, все можете сделать в ваших руках. Мы будем улучшать прямую зависимость от того, как вы нам помогаете. Так, банкоманобанка. Добавлю сейчас в этот эфир. Так, все есть. Все, надо бронить. Завтра мы начнем в 17 или в 18. В 18 будет большой эфир, тяжелый, как бы там, да. Вот. А смотрите у меня за телегой. В телеге я даю анонсы. Вот, их будет все больше и больше. Тоже кидаю ссылку на телеграм-канал, подписывайтесь на него. Вот он. Вот так вот. И все. На этом будем заканчивать. Спасибо, что смотрели. На ТикТоке тоже. На ТикТок, кстати, тоже подписывайтесь. Я там ставлю кучу кусочков всяких интересных и начинаю экспериментировать со звуком, с неполитическими темами потихонечку. Так что подписывайтесь на ТикТок. Там уже 66 или 67 тысяч подписчиков. Все. На этом заканчиваем. Спасибо, что смотрели. Обнимаем, целуем. Готовьтесь к встрече с Датюком в 19 00 в четверг с Африканычем, с Бебешко, значит, Чудновским. Киевляне смогут прийти и, значит, купить их книжки. И всем тихой ночи. Спасибо, что смотрели. Обнимаем, целуем. Пока. Пока.